в россии очень сильно следят за трендами очень сильно следят за модой и это прям такая такая культовая история здесь такого не происходит из реально который очень следят за модель здесь людей не так уж много но все следят все равно за своим видом спрос на одежду так сказать from day to night то есть то что мы надеваем с утра выходим и в этом же вечером идем в гости или в ресторан очень вырос потому что потому что люди прекратили покупать нарядную одежду то есть повредка вид нам показал что она нам в принципе не нужно потому что нам некуда выходить у нас нет ресторанов у нас нет театров у нас нет оперы у нас нет каких-то дней рождений соответственно наряд просто нарядную одежду очень сильно упал и вырос на совершенно обычную но интересно чтобы это не было скучно мы все хотим упростить свою жизнь потому что за время локдауна мы заметили что нам во первых а не нужно столько вещей б нам нужны совершенно другие вещи потому что как правило такое такое понятие как домашняя мода до у к вида до локтауна не имела такого веса в нашем гардеробе но вдруг нас всех закрыли у нас хоум офис у нас все на голове дети на голове мужья на голове мы должны готовить и при этом быть красивыми а у нас только один спортивный костюм который мы периодически носили дома соответственно как только начался первый локдаун был сумасшедший бум на домашнюю одежду исследователи из компании макинзи например считают что после к вида каждый пятый если не каждый четвертый офисный работник особенно в богатых странах вроде германии или тех же сша останется на удаленке полный или частичный появилось еще такое явление как мода для зума сейчас у нас очень много зум-конференции очень много происходит всего онлайн соответственно мы подчеркиваем подчеркиваем портретную зону то есть то что видим а тут у нас может быть все что угодно спортивные штаны какие-то широкие шорты или еще что-то а вот эта мода зума это все что вот тут вот что-то происходит то есть это принты могут быть это могут быть какие-то аксессуары платье-рубашки под интересный воротник какие-то интересные аксессуары на ушах очки не солнцезащитные а как бы оптические конечно такие все такие все цвета очень даже освежает из нам всем хочется праздника мы все хотим себя как-то порадовать вопрос том что такие платья очень симпатичный принт но этот принт очень запоминающийся то есть и люди так как люди сейчас понимают что они не хотят иметь одноразовые вещи то есть нужно в принципе подумать насколько я буду часто носить насколько меня озадачивает то что меня уже в этом платье 25 раз зуме видели за 2020 год индустрия мода лишилась в среднем 93 процентов своего дохода гиганты вроде h&m устояли зато мега концерн lvmh даже увеличил свою прибыль в основном за счет покупателей в азии а многие марки кажется решили просто не заморачиваться с новыми коллекциями и продают старое чтобы не платить дизайнерам за разработку новых моделей очень многие даже есть одна фирма которая прямо в коммуникации то в своей фирменной упомянула что они вещи которые они не распродали в прошлом году они их не поставили в магазин то есть они были отшиты в прошлом году а выставлены в на продажу они были только в этом году на лето уже были новые коллекции и их отшили когда пандемия началась из вы же никто не ожидал все же до последнего момента не верили что это с нами произойдет что произошло с магазинами очень многие не забрали свою закупку или сократили количество либо забрали только какие-то такие части которые они могли легко продать онлайн в условиях пандемии естественно отреагировал еще рынок таким образом что везде начались скидки резко в апреле месяце я практически уверена в том что мода на комфорт она останется потому что если мы вспомним раньше женщины наносили каблуки вот это вот модельная обувь узкая или мужчины носили узкие узкие ботинки то есть это была кожа это какая-то была твердая кожа их нужно было разнашивать чтобы было комфортно а тут нам нам хочется нам хочется быть защищенными и нам хочется комфортно почему мы все носим кроссовки потому что это удобно потому что ты можешь в очень быстро быстро и в этом быстром мире очень быстро передвигаться и решать огромное количество дел дел на каблуках ты столько дел не за день не переделаешь и точно так же с этими всеми худи спортивными штанами кроме того что тренд на комфорт кроме того что мы покупаем много многие вещи онлайн который мы не можем померить и возможно нам не хочется это все отправлять переотправлять и так далее то есть мы покупаем что-то крупное плюс плюс вообще в обществе даже и в россии тоже уже вот этот вот со всеми вот мету сыграла сумасшедшую роль то есть если раньше на рабочем месте флиртовать знакомиться создавать парочки было абсолютно нормальным ты сейчас это не принято у нас отпала это потребность быть какими-то гипер гипер сексуальными сексипильными на работе потому что все равно там ничего не происходит а на работу мы ходим работать чтобы никто ничего плохого не подумал